Коротко, ведясь, прокомментировал состояние Рязанского национального учреждения на момент 1919 года. В динамике это выглядело так. В 1988-1991-1992 годы произошел просто взрыв вот такой деятельности рязанской. Создавались общества различные в разных местах, была создана газета. И это все поддерживалось народом, и казалось, что все идет в нужном направлении, что у нас будет все хорошо. Но это вовремя заметила власть, а она по своей привычке знает, что если не можешь справиться, нужно это возглавить. Начали внедрять в наше движение чиновников, подключили Макшан, мы ничего не имеем против Макшан, у нас с ними сегодня отличное взаимоотношение. Но вот тогда они разделили, получилось, что если у людей разные цели, они не могут делать одно дело. В конце концов, они начали делать праздники, например, наше народное моление превратили в праздник государственный, с парашютистами, с танцами, песнями русскими и с водкой в этих ларьках. К сожалению, вот тот всплеск, который отозвался волной и за границей, в частности в Эстонии, в Финляндии, он тоже был сначала очень мощный, а потом стал, подчиняясь законам вот этим чиновничам, сужаться до фольклорного. То есть не было задачи по факту помочь народу в прямом смысле. Во-первых, потому что они хотели ссориться с российским руководством, это одна из причин. Во-вторых, это как-то, наверное, всех устраивало. Ну, собирали, все равно лучше, чем ничего. Нас ирзян на эти европейские форумы не пускали, вы про это знаете. Мы пытались и в Денгрию попасть, пытались и в Эстонию попасть на конгресс. И мы рады, что сегодня, благодаря такой быстрой смене событий, нападению России на Украину, очень быстро меняется сознание не только граждан России, но и сознание европейского общества. Что мы имели, наконец, на 19-й год? У нас оставалась только газета «Эрзян Мастер», которой руководили Нуян Гидяз и Ксуматян Киргуш, и фонд спасения эрзянского языка. Но ситуация была уже настолько угрожающей, что старейшины понимали, что еще немного, и у нас вообще ничего не останется. И тогда, там в видео была запись, что совет старейшин пошел на такой действительно беспрецедливый шаг, они выбрали инязором гражданина Украины. Их начали обвинять в этом, что это не гражданин Российской Федерации. Они отвечали, что это не инязор Российской Федерации, это не инязор рязанского народа, и они идут всюду. И вот я буду говорить о втором этапе. Что случилось после этого? Сразу после народного моления события подтвердили, что совет старейшин был абсолютно прав. Потому что в очень короткое время осуществился рейдерский захват. Сначала фонда спасения эрзянского языка, он был переименован. Фонд спасения эндокультуры какой-то непонятный. Отняли, отобрали рейдерскую газету «Эрзяньмастер». Последнее ее было действие рязанской. Они разбестили интервью инязору в своей газете и интервью в сокращенном виде. На сегодня это все работает на власть. Это подтверждает, что совет старейшин принял абсолютно верное, хотя бы несколько такое необычное решение. Мы тоже это понимали. И сразу в 2019 году, после начала работы инязора, мы создали секретариат инязора и начали работать о создании какой-то эрзянской структуры, какой-то системы. Потому что наш враг – это враг системный. То есть они давно работают в этом направлении, в сфере уничтожения народов. Они имеют очень богатый опыт. И сопротивляться по одиночке невозможно. Поэтому мы сделали так, что стал работать совет старейшин. Раньше он не собирался никогда так часто. Сейчас он собирается с 2019 года один раз в неделю. И действительно у нас получилось что-то делать. Одно из наших достижений значительных – это было утверждение, создание и утверждение советом старейшин «Положение о выборах и работе эрзянских представительских органов». То есть там четко написано, кого, как выбирают, кто, как работает, в какие сроки. Это было утверждено на сайте старейшин. И мы работаем с тех пор по этому положению. Был утвержден состав информационной комиссии, комиссия, которая занимается новыми словами. У эрзян выбрано и затверждено, по-русски это будет, он был затвержден Верховный суд эрзянский, или точнее сказать, Совет права. К нему пока никто не обращался, но тем не менее есть структура. Мы попытались вначале работать, обратили внимание на то, что нам не хватает работы с молодежью, потому что практически в движении оставались очень пожилые люди. И это дало свои результаты. У нас на сегодня все, что мы делаем, мы ничего не прячем. Мы абсолютно публичные люди. Мы не делаем ничего противозаконного. Есть сайт Инназору, на котором каждое событие отмечено. Там можно увидеть, когда мы сделали и запустили эрзянский словарь онлайн, которого не было такого слова. Там очень четко видно, когда мы издали журналы эрзянский, общественно-политический, публицистичный журнал, которых вообще никогда не было, и мы создали его, написали его латиницей. Секретарь Инназора и все, что делается в эрзянском движении, в системе нашей, все оформляется, пишется латиницей. Мы пришли к выводу, что кириллица тоже участвует в уничтожении нашего языка, потому что заменяются звуки эрзянские на русские, потому что мы начинаем использовать слова русские незаметно. Незаметно для себя, не замечая. Какая разница, кириллица, массив идет буквы, слов. Мы начинаем использовать русские лексические конструкции. Многие говорят, что это трудно. На самом деле это не очень трудно, было бы желание. Мы говорим так, что если тебе интересно, ты прочитаешь ее на латиницах. Если мне интересно, ты не будешь читать и кириллицей. Согласно положению, мы должны были провести съезд в России в этом году. Но я уже говорил вам, что это было невозможно, что мы начали процесс письма с места, звонки, сказали, что это невозможно. Тогда вышел указ Синезора, опять же, согласно положению, по которому съезд передвигается во времени, а полномочия съезда передаются совету старейшин. То есть совет старейшин на работу имеет право съезда. Но он тоже должен был быть переизбран. Должен был переизбран. И мы назначили выборы в месяц. Но российская агрессия, во-первых, и действия властей, во-вторых, показали нам еще раз, что это тоже невозможно. Что они сделали? Они увидели, что наше движение набирает достаточно много сил, начинают пользоваться популярностью, и они попробовали возглавить наше движение. Каким образом? Ну, старым методом КГБ и прочих. То есть они стали создавать структуры свои. Они взяли, собрали в библиотеке имени Пушкина людей, 20 человек. Это были изляне, безусловно. Назвали их советом старейшин. Этот совет старейшин выбрал такого альтернативного инезора. Ну, как они говорят, на время народного моления. То есть, вот на то время, на весну 2022 года, у нас еще оставалась одежда, что народное моление пройдет, ну, хоть как-то по-эрзиански. Там уже давно эрзианского осталось только выборы Инезора, совет старейшин, конкурс РУТСЯ, это конкурс одежды эрзианской. Там оставалась эрзианская пища, то есть моление. Но власть начинала с февраля месяца объявлять, что ничего этого не будет. Абсолютно циничное выступление хамское, абсолютно в таком российском духе. Татьяна Ларина, когда сказала, что мы сами все проведем, вы стойте, смотрите. А вот вы, старики, обращаясь к нашим старейшинам, уважаемым людям, вы стойте там в кустах, мы без вас обойдемся, есть кому что делать. Они поехали все равно туда, потому что это эрзианский сбор. Но власть дошла до того, что у нас отбирали даже знамена эрзианские, не давали их поднять. Те, которые были где-то вывешены, эти знамена снимают сотрудниками ФСБ. То есть у нас отняли эрзианские, и вот тут совет старейшин понял, что дальше мы идти не можем, что время поставило перед нами совершенно другие вопросы, совершенно другие задачи, и мы не можем дальше пытаться спасти свой народ. Даже написанием книг это нужно делать, или словарей это нужно делать, но это нас не спасет. То есть нужно делать что-то радикальное и кардинальное. И поэтому было принято решение привезти в кустой. И у нас, там программа дальше обращения старейшинам. Да. И вот совет старейшин сказал, мы проводим сейчас весь съезд. Да, мы проводим без выборов. То есть мы видим, как мало сегодня эрзиан сумерно доехать до Кватерия. Но это и есть на самом деле показатель положения нашего народа, в каком мы состоянии. Мы сегодня говорим на русском не только потому, что здесь есть гости, которые не понимают эрзианство. Мы говорим потому, что давайте скажем правду. Среди эрзиан почти никого не осталось, кто может вести разговор на сегодняшнем уровне на эрзианском языке. У меня есть телефоны почти всех учителей эрзианского языка Мордовии. И в этом году нет. А в прошлых годах я звонил им, разговаривал с учителями эрзианского языка. Они с охотой соглашались говорить. Но они выдерживают полторы-две минуты. И потом они начинают использовать сначала русские слова одиночные. И потом переходят на русский язык. Потому что когда разговор идет о том, что подоить корову и накрыть на стол, они еще могут говорить что-то. Но когда ты говоришь о каких-то темах научных, культурных, образовательных, они не могут это говорить. Чему они могут научить детей? Это правда. Все наши обращения к власти открыть гимназию эрзианскую, они натыкались как на глухую стену. Они на это никогда не пойдут. Почему? Потому что задача московской власти одна. Потому что они торопятся уничтожить наши народы. Потому что только национальные республики сегодня являются угрозой существования московской власти. Больше их ничего не беспокоит. Если они превратят всех в обычное такое рядовое серое какое-то вещество, у них будут разрезаны руки. Не случайно сегодня мы видим центр сопротивления не в Рязанской области, не в Владимирской области, а на Кавказе. Выступают кумыки, не русские. Поэтому Совет Старейшин принял решение провести съезд, и он обратился к нам, к съезду. А виноват, извините. Я немножко волнуюсь, потому что, понятно, почему волнуюсь, плюс тут 3-4 дня мы практически не спали, многие не приехали, дорога виновата. Так вот, многие не смогли доехать. Но те, которые сегодня приехали, имеют право представлять рязанский народ и имеют право говорить от имени рязанского народа. Почему? Потому что, когда тебя выбирают на Нордовский сев сараз, посидеть, погреться там в кресле, выпить в буфете коньяку, это одно. Когда тебя приглашают покататься по Волге, в облере Камера, и поплясать там где-то на палубах, это тоже совсем безопасно и весело. И многие на это поддаются, потому что многие считают, что национальная работа, вот она в том и заключается. Спеть, сплясать, покататься на пароходе, сделать фотографию с Пултайевым в народном костюме, и ты уже вот национальный какой-то там работник. Люди, которые сюда приехали, они показали, что они беспокоятся о своем народе. Они пожертвовали своим временем, деньгами. И кто-то, потому что нас не финансируют никто, мы делаем все сами. И многие, они не побоялись, многие не побоялись, то есть они рисковали безопасностью своей. Поэтому это абсолютно, прошу прощения, это абсолютно объективные делегаты. И об этом Совет Старейшин, хочу меня напомнить себе. Спасибо.